Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы вместе с вами попробуем мощнейшие кукурузные хлопья под названием «Утречка». «Утречка» будет успешным, если ты съешь таких кукурузных хлопьев! Хе-хей! Да, ну не знаю, сейчас мы узнаем, насколько они хороши. 250 грамм в этой вот упаковке, тут такая счастливая семья сверху, и рядом какая-то бабочка. Видимо, она их будет сейчас запылять всячески. Изготовитель Челябинская область, Сосновский район, поселок Саргазы, улица Мичурина, дом 36, заходите в гости. В общем, из суровых челябинских просторов пришли нам эти хлопья. Тут с другой стороны написана инструкция, как есть хлопья, а то никто не знает. Ну, почему тут нарисованы они круглые хлопья, терпеть не могу, да? Ну, любые хлопья какие-нибудь, там что-то с ними такое происходит. Хлопья, они вот такие должны быть, ну, по моему разумению. Круглые хлопья, это похоже, извиняюсь, вот дожуйте и проглотите, если вы вдруг что-то живете. Внимание, спокойно. Или заткните уши на 2 секунды, вот начиная с этого момента. Они похожи на зайчики-какашки, такие же кругленькие, кроличьи-какашки. Ладно, можно оттербанивать уши, тем, кто кушал. В общем, не люблю поэтому такие вот круглые штуки. Не то, чтобы я пробовал, но про то, про что я говорил вам. Тем не менее, уникальный продукт утречка, способствует... Состав, в общем-то, не самый плохой, вполне. Давайте попробуем, давайте попробуем. В случае потери хрустящих свойств, продукт рекомендуется подсушить. Я просто, что я падаю просто в обморок от того, что пишут производители на своих упаковках. И от того, что, в общем-то, вот эти вот инструкции, как есть хлопки. Ладно, спокойно. Вот так, в общем-то, оно выглядит, как ты, знаете, коробка как-то сильно больше. Вот смотрите, это хлопья, а вот это... Это хлопья, а вот это коробка. Это хлопья, а это коробка. Это хлопья, а это коробка. Вот, вот, как бы вы пополнили, да? Вот это вот, я не знаю, тут микроскопическая, в общем-то, упаковочка. Ну, ладно, они, вот эти хлопья утречка, хлопья утречка, они не слишком дорогие, так что... Давайте попробуем. Пахнет такими советскими укурузными хлопьями. Господи, какие они, какие они, там, не дохердёшь. Особенно моему беззубому рту. Жесткач. В общем, они сладкие. Сладко-ладкий привкус у них есть. Ну, блин, они просто каменные. Так, мне нужно молоко. Будем сейчас ставить эксперимент. Наливаем молоко в миску. Наливаю, наливаю, наливаю дичайшее молоко. Ложу туда хлопья. Положил. Показываю вам. Это, как обычно, в общем-то, каша овсяная с молоком, как я каждый день ем с утра. Вот сюда я положил хлопья. Пусть они там немножко поотмокнут, я не знаю. Написано, подсушить, если они, в общем-то, перестанут хрустеть. Лучше бы они не хрустели, вы знаете. Такие каменные хлопья. Ну, в общем, как они были каменными, так и остались. Надо, наверное, оставлять до полного размокания. В общем, я не рекомендовал бы эти хлопья есть детям. Потому что все молочные дубы выпадут в момент. И все зубы, которые выросли, вы будут тоже. Они слишком твердые. Причем они свеженькие, они типа два месяца. А годные они шесть месяцев. То есть еще даже третья срока годности не прошло. Да, ребята, конечно. Каменные хлопья утречка. Здоровые зубы. Лежат на полке. Ну что, друзья, напишите, что вы думаете по-возьмите хлопья. Ну, это, друзья, ну, как бы это понятно, почему. Российская Федерация, Челябинская область. Для сыровых челябинских, в общем-то, людей, парней. Там, наверное, в общем-то, едят, знаете, как семечник. Смотрите, это такая шутка из нашей Раши. Там, по-моему, не Челябинск, что-то другое. Не помню. Не слишком много смотрел, но тем не менее. Друзья, мне бы хотелось посмотреть на директора завода, который делает эти хлопья. Блин, ну что, можно их погрыз при мне? Вот я посмотрел мне в глаза и погрыз эти хлопья. Думаю, кто-то, где-то эту пачку, может попасть в него рекордов динусом. Как разгрызатель камней. Ну, это, конечно, же мое личное субъективное мнение. Ла-ла-ла. Друзья, пишите свои дичайшие комментарии по поводу этих хлопья. Давайте вообще обсудим. Мягкие хлопья, твердые хлопья. Это, пожалуй, самое твердое хлопье, которое я в жизни пробовал. Это вообще не вкус неплохой. То есть, если вы любитель действительно каменных продуктов, каменных кексиков бабушкина, да, таких. Каменных, я не знаю, там, просто камней, там, пошел на речку, взял камень, погрыз его. В общем, если вы любитель подобных, вам это понравится, потому что на вкус они неплохие. На вкус они неплохие, такие сладенькие. В общем-то, натуральные, такие постные, в меру постные, в меру сладенькие. С натуральным чем-то по вкусу. Но они, блин, слишком каменные. Ладно, друзья, давайте обсуждать, 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 обсуждать. Жду ваших комментариев под этим видео, что вы думаете по поводу хлопьев. Утречка, что вы думаете по поводу вообще кукурузных хлопьев, самых разнообразных других. Твердых, мягких. Что вы думаете по поводу этих кругляшков. С вами был Николай, пока.